Чудовищная трагедия в Казани. Нам искренне жаль погибших детей и взрослых, которые пытались их спасти. Всегда, когда погибают дети, это в общем-то провал. И я считаю, прежде всего, недоработка государства как такового, которое обязано заниматься безопасностью граждан и особенно малолетних, маленьких граждан, потому что это будущее любой страны. Естественно, что эта ужасающая новость не сходила с экранов ТВ и первых полос. На этой неделе случилась трагедия в Татарстане. Нападение на школу в Казани, которое привело к массовым жертвам. Девять погибших, из них семеро дети. Все пытались понять, почему это произошло. Что стало причиной и заставило 19-летнего парня убивать детей и учителей из школы, в которой он сам раньше учился. Этот человек, этот подросток оказался в неблагоприятной психологической обстановке. То есть, видимо, какое-то внешнее воздействие на него было оказано, которое способствовало тому, что он начал сходить с ума. Действительно, понять и принять такое невозможно. Во всем мире, к сожалению, происходят подобные страшные нападения на школы их же бывшими или нынешними учениками. В новом случае стрельбы в американской школе 17 погибших. И не исключено, что эта цифра может возрастить. Посреди рабочего дня в городе Керчь в политехническом колледже прогремел взрыв. Мощно настолько, что прямо на месте погибли сразу 10 человек. Медики в Казани сейчас борются за жизни пострадавших при стрельбе в школе номер 175. В основном среди пациентов дети. Но то, как о трагедии рассказывали на федеральных каналах, особенно обсуждение на политических федеральных ток-шоу, просто поражает. Это говорит о некой, на мой взгляд, некое влияние в том числе и соцсетей, интернета. Он взорвал устройство, между прочим. Откуда он его узнал? Из твиттера! Из твиттера, зараза! Ну, конечно же, только интернет виноват. А откуда у парня взялось оружие, не задумывались? И почему он шел с ним открыто по улице, ни от кого не прячась, при этом встречая по дороге людей? Вас это не беспокоит, нет? Если бы он хотя бы 3% своего пути вышел на улицу и кричал политические лозунги, его бы сразу задержали. Но почему-то правоохранители не обратили внимания на улицы, на человека с оружием. Естественно, лучше сразу определенно точно заявить. Моя хата с краю, это все они. А еще хуже, выяснится, что за этим стоит поганая СБУ. И потом все это уверено в единую сетку. Да, и будет всем очень неприятно. По поводу, кто же все-таки эти они, якобы стоящие за этим терактом в казанской школе у Соловьева и его друзей, как всегда есть своя версия. В итоге окажется, что опять сеть ВКонтакте, какие-нибудь каторские группировки или афганские, либо сирийские. Откуда угодно. Конечно. Ну а дальше, как всегда, пошли разговоры о закручивании гаек и о том, что, не поверите, слишком мягко себя ведут власти РФ. Это нужно контролировать, нужно ставить систему контроля. Не нужно просто стесняться этого. А мы стесняемся. У нас вот здесь возникает опять вот эта такая либеральная осторожность, либеральная корректность. Вот как же так? Ну вот, пожалуйста, случай еще завербован. И, конечно же, сразу ряд показательных поручений, проверок, которые действуют только на словах. Сегодня не случайно Вячеслав Викторович Володин как раз дал поручение профильному комитету проработать вопрос реализирования законодательных актов, которые были приняты в части влияния интернета, в части экстремизма. Властью главный враг определен. Хотя сама власть, кроме как нападать на популярные социальные сети, делать ничего не собирается, три года назад, после массового убийства в Керченском политехническом колледже, Путин уже поручал усилить контроль за оборотом оружия в стране. Были даны масса поручений, подготовлена масса законопроектов. Соответственно, где, да, эти законопроекты? Я вот призываю, пользуясь случаем наших законодателей, не надо уже ничего изучать. Вот есть готовые проекты, принимай. Правильно, товарищи депутаты, поговорили тогда и хватит. Лучше бы вы свою работу делали, законы нужные принимали, а не Кремлю в рот заглядывали. Если случится то или иное происшествие в поле экономики, социалки, логистики, Путин сразу же принимает решение для того, чтобы этого избежать в будущем. В то же время он ничего не делает, чтобы избежать терактов. Иногда возникает ощущение, что теракт один из инструментов правления диктатора Путина в Российской Федерации. Извечная ходьба по кругу, которая приводит ко все более печальным последствиям. Чтобы отличиться перед властью, некоторые депутаты и региональные органы власти, наоборот, действуют слишком быстро и бездумно. Хотя нет, одна мысль все же присутствует. Кремль должен видеть их работу. Так в Мурманске после событий в Казани решили создать список неблагонадежных учеников. И что бы вы думали, кто в нем оказался? Свободолюбивые. Те, кто курит и ругаются матом. И что самое страшное, участвуют в акциях в поддержку Навального. Это критерии, по которым теперь будут судить в Мурманске о благонадежности и вменяемости ребенка. Как говорится, поработали на славу. На славу партии. Кто еще рвется в ряды Единой России и хочет послужить своему народу? Мои замечательные. Так больше нельзя. Мне стыдно за все происходящее вокруг. Встречайте, Юлия Волкова. Я не патриот своей родины, признаюсь честно. Я очень люблю Америку и очень люблю все то, что происходит там. Бывшая участница Евровидения собирается стать депутатом Госдумы. Солистка группы Тату подала документы для участия в праймарис Единой России на выборах в Госдуму. Волкова лично приходила в оргкомитет и подала документы для участия в праймарис. Правда, вот сомневаемся, что этот важный день надолго останется в ее памяти. Сегодня у нас 28-е. Предвыборные обещания и речь томным голосом не на шутку взбудоражили избиратели Ивановской области. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах и горестях женщин-тружениц Ивановской области. Этот прием известен, густить краски и сказать, а я приду и все налажу. Ну, все мы это знаем, проходили не раз. Мы все жили в советское время, там тоже так делали. Люди быстро видят фальшь неправду. Что это? Хитрый план Кремля или просто желание хайпануть и привлечь к выборам молодую аудиторию? Но вот что мы поняли точно, что после некоторой информации из уст Юлии, они точно будут думать не о происходящих ужасах в России. Возбуждение уголовного дела. Так они и жили. В сфере легкой промышленности. Да что ж такое, как сложно сосредоточиться на сути, а не на губах кандидатки. Хотя жителям Ивановской области не привыкать. Такое впечатление, что на них испытывают какие-то особенные психологические приемы. Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Я не смогу вернуться на Землю. Это Валентина Терешкова. В прошлом женщина-космонавта, а в нынешней жизни она бороздит просторы Госдумы, представляя интересы все той же Ивановской области. Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Не знаем, ее ли это космическая идея про обнуление, или ей просто вложили эти мысли в уста, но сути это не меняет. Атаки, которые сегодня идут на Терешкову, это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее. Рэпер Слава КПСС тоже, видимо, решил не словом, а делом сделать свою страну лучше. Скандальная звезда интернета и рэп-баттлов. Кнойный! Мне нужно что-то серьезнее. Скандальный артист пошел на выборы, но не голосовать, а избираться. Вячеслав Машнов, это настоящее имя и фамилия рэпера, решил избираться в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива». Я надеюсь, ребята, вы все меня поддержите. И вместе с вами мы поменяем все-таки ситуацию в России. Вы буквально на все готовы ради того, чтобы обрести известность. Вы говорили, пролезете буквально в любое отверстие. А чем это вызвано? Вы как-то уже теряете надежду, что ли, устояться в этом? 1 июня подведут итоги выборов, после чего съезд партии должен будет утвердить кандидатов в Госдуму. Так что если для новых кандидатов все сложится удачно, Госдума РФ заработает с новой силой. Не дай бог, чтобы я туда попала. И пока они пытаются оправдать новые трагедии в РФ, поют дифирамбы Кремлю и рвутся пополнить ряды единой России, другие ждут реальных изменений. Ведь одними словами, сыт не будешь.